Митинг несогласных в сквере у гостиницы «Казахстан» в Алматы для лидеров оппозиции закончился арестом. Практически сразу после акции протеста в знак несогласия с результатами парламентских выборов полицейские задержали Булата Абилова, Жармахана Туикбая, Респека Сарсинбаева, Амиржана Касанова и Амирбека Тогусова и направили их в Медеусское РОВД, где продержали их более трех часов, а затем лидеров увезли на милицейском пазике в административный суд. Амиржана Касанова Амиржан Касанов и Амирбек Тогусов получили 15 суток ареста. Жармахан Туикбай отделался штрафом в размере 50 МРП. Это свыше 500 долларов. А вот Булата Абилова осудили на 18 суток. Еще трое суток прибавили за неуважение к суду. Активистов судили по одной статье 373 части 2 и 3 административного кодекса за организацию и проведение несанкционированного митинга. В 25-м мы снова выйдем. То, что мне сейчас дали 18 суток, 15 суток за нарушение и трое суток за неуважение к суду, я сказал, что казахстанский суд. Я не уважаю, не признаю его законы. Путь к Абаю был тернистым с самого начала. Организаторы, члены партии ОСДП планировали провести митинг, несогласных у памятника Абая, что возле Дворца Республики. Площадь перед Дворцом Республики была закрыта металлическими ограждениями и полицейскими кордонами. Площадь перед Дворцом Республики. Руководство ОСДП призвало прекратить конфликт и переместиться к гостинице. Казахстан там и развернулся митинг из более чем тысячи участников. Одним из требований выступающих стало освобождение лидера регистрируемой партии ОЛГА Владимира Козлова, главного редактора газеты «Взгляд» Игоря Винявского и общественного деятеля Серика Сапаргали. По мнению митингующих, их заключение – начало зачистки инакомыслящих. Но как журналист, я хочу сказать про Игоря Винявского, который сейчас продлил арест вместе с Козловым и Сериком Сапаргали. Свободу! 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 Из-за того, чтобы он доносил правду. Это прекращение надуманного уголовного преследования Владимира Козлова, Игоря Винявского, Серика Сапаргали, Айжанкуля Мировой, Розы Толютаевой и других. Немедленное освобождение из-под стражей. Для организаторов ОСДП главная тема – это фальсификация результатов парламентских выборов 15 января. Они не согласны с данными ЦИК. По ним партия ОСДП набрала 1,7% голосов. Но наблюдатели от социал-демократов отмечали во многих регионах иные результаты и зафиксировали многочисленные нарушения и закон о выборах. О чем на митинге напомнила главный редактор интернет-портала «Гульжан.Орг», выбитая с предвыборной дистанции за несколько дней до выборов. Вся наша вера осталась по боку. Почему-то все наши надежды не исполняются. Почему-то наши слова не слышат. Почему-то наши требования не исполняются. Почему-то, когда мы идем на выборы и голосуем за наше будущее, наш голос воруют. И таким образом мы сегодня пришли к последней критической черте, за которой, я боюсь, что не будет будущего у Казахстана. В течение полутора часов люди по очереди изливали все, что накопилось у них в душе. Все пришедшие на митинг в ужасе от побоища в Жанозене 16 декабря. Это центральная тема митинга. Это то, с чем не согласны все, говорили с трибун. Социал-демократы пообещали поучаствовать в расследовании Жанозенской трагедии в составе общественной комиссии и призвали народ провести через месяц собрание по созданию инициативной группы, чтобы инициировать всенародный референдум по политическим реформам в стране. Люди впервые имели возможность сказать, Жанозенцы, мы с вами, мы рядом. Мы хотим перемен, мирных перемен, спокойных перемен, демократических перемен. Мы хотим, чтобы с нами считались, чтобы власть, когда народ выходит на законные забастовки, страху, с испугу в них не стреляла. Мы требуем справедливо большого расследования по событиям, по трагедии в Жанозене. Все, что там произошло, мы должны знать. Сегодня все их отчеты, что сажают каких-то непонятных второстепенных чиновников, нас не устраивает. Может быть, они и не стреляли, но при их халатном, преступном молчании, по пустительности, произошла страшная трагедия в Жанозене. Уважаемые друзья, казахстанцы, я, меня зовут Туре, я из Жанозена, но Слава говорил, что я не террорист, я не разжигатель фатальной розни, я не разжигатель межэтнической розни. Я говорю на русском языке. Я пришла сюда для того, чтобы сказать моим братьям и сестрам в Жанозене, что мы рядом, что мы с ними, что мы защитим и мы отстоим их. В Жанозене, в котором до 31 числа еще действует режим ЧП, пострадавшие во время декабрьских событий, жалуются на то, что они до сих пор не могут получить обещанную властями денежную компенсацию. Напомним, пострадавшим семьям государство обещало выплатить по миллиону тенге тем, у кого погибли родственники, и по 500 тысяч тем, кто был ранен во время трагических событий в городе. В Жанозене сейчас идет восстановление поврежденных зданий. Почти отремонтировано здание городского Акимата. На улицах города даже появились новые павильоны на остановках. Но выплаты компенсаций, по словам пострадавших, затягиваются. Людям не на что покупать лекарства. Они обращаются за материальной помощью и к журналистам. Корреспонденты разных республиканских изданий, побывавшие в Жанозене, по мере возможности помогли тем, с кем им удалось побеседовать. По словам членов семей, родные, которых погибли или получили ранения, за все это время они не получали никакой помощи. Приехал, чтобы помочь. Обещал найти того, кто убил мужа. Будет садака, милостыня, мне нужно дастархан накрывать. Для этого баран нужен, живность какая-то. У нас, у казахов, адайцев, такая традиция. Я даже не знаю, что делать теперь. Митинг несогласия, организованный лидерами оппозиции, сразу же перешел в социальные сети. На Фейсбуке и в Твиттере участники акции протеста против результатов досрочных выборов поддержали лидеров ОСДП, заявив, что готовы и в следующий раз выйти на площадь и выразить солидарность. При этом блогеры отметили, что с каждым митингом несогласных становится все больше. Причем большую часть уже стали составлять молодые люди, которым не безразлична ситуация в стране. Среди активных интернет-пользователей известный общественный деятель Мухтар Тайжан. Ну что, на митинг сходили несанкционированные небо, на землю не упало. Народу было больше, чем на санкционированных, две тысячи человек где-то. Люди решительны. Площадь огородили, полиция встала, нас не пускала. Но мы на проходе в сторону гостиницы «Казахстан» себя неплохо чувствовали. А вы, кто не пришел, так и сидите дома лучше. Как приятно находиться среди единомышленников-нетрусов. Мы вас не подведем. До следующей встречи. Сегодня в Алматы оппозиция провела митинг. Самый главный урок – это то, что создан прецедент, когда на несанкционированный митинг вышло более полутора тысяч человек. Следующий митинг будет намного более многочисленный и более организованный. Молодцы все участники. Мухтар Шаханов еще раз показал себя настоящим лидером патриотов. Ханат Ибрагимов, тоже бывший в списке Руханията, это один из лучших твоих перфомансов. По итогам митинга организаторы составили общую резолюцию, при этом заметив, что собираются продолжать отстаивать право на демократию на улице. Следующая акция намечена на 25 февраля. В завершении было предложено прочитать молитву о погибших во время кровавого столкновения в Мангистауской области. Оппозиционных политиков поддержали даже люди в штатском. Ваш художник! Ваш казахский художник! Я призываю вас идти на свержение власти! Я не призываю вас идти против Конституции! Я сегодня вам, казахстанцы и казахи, говорю! Выходите и верните свои права! Верните право на Конституцию! Право на справедливость! Казах! Все за сын! Казах! 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 Все за сын! Да здравствует Казахстан! Казах! Все за сын!